Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава книги Исхо, перевод российского библейского общества, я его читаю для библейского портала Экзегет. Уже в девятый рассуждали о гипетских казнях, да и в восьмой тоже. Все продолжается, да, то есть Господь показывает израильтянам, да и египтянам, что на самом деле не фараон управляет этим миром. В Египте это однозначно фараон, он бог по должности, он всесильный диктатор, он все. И вдруг, оказывается, есть тот, кто круче фараона. И если это не показать израильтянам, их невозможно будет выдернуть из этого рабства, потому что раб по своей природе человек боязливый, раб по своей природе человек подчиняющийся. Он станет свободным, он научится жить свободно, но не сразу. Его сперва надо показать другую плетку. Да, вот он привык жить под плеткой фараона, и вдруг фараон сам получает плеткой, которая намного толще, круче, больнее бьет, чем его собственная плетка. И раб задумывается, ха, раз так, значит, я могу и не быть рабом фараона, я могу выйти отсюда. Вот это и произойдет в Десятой главе. Господь велел Моисею, иди к фараону, я сделал так, что фараоны его вельможи по-прежнему упорствуют. Это для того, чтобы я мог показать на них мои чудеса. Ну и мы говорили, что я сделал так, что и они упорствуют, чередуются эти высказывания. То они упорствуют сами по себе, то Господь это сделал. И мы это, наверное, понимаем как то, что Господь позволил этому состояться, нежели что он захотел, чтобы это состоялось. Здесь фараон говорит, да будет моя воля. И Господь говорит, ну да будет воля твоя, посмотрим, насколько тебе это понравится. Вот скорее так, чем Господь расписывает роли для фараона и его вельмож. Это для того, чтобы я мог показать на них мои чудеса. Это чтобы вы рассказывали сыновьям и внукам, как я восторжествовал над Египтом, как явилась здесь свои чудеса. Это чтобы вы знали, кто такой Господь. Вот другими словами то, о чем я сейчас говорил. «Моисей и Арон пришли к фараону и сказали ему, Господь Бог евреев говорит, сколько еще ты будешь мне противиться? Отпусти, мой народ, соверши служение мне. А если не отпустишь, завтра я нашлю на твоей владении саранчу». Ну, саранча, кто вот на йоге живет, на йоге России и в других подобных странах, действительно это беда. Вот в средней полосе как-то редко она у нас бывает, а там это огромные вот тучи такие, которые могут налететь и сожрать всю зелень. Там просто ничего не остается. «Она покроет все так, что и земли не будет видно, поест всю зелень, уцелевшую после града, объест все деревья в поле. Саранча наполнит твой дом и дома твоих вельмож, дома всех египтян. Ни отцы ваши, ни деды такого не видали с тех пор, как вы живете на этой земле». Повернулся Моисей и вышел от фараона. Тогда вельможи сказали, долго ли нам еще страдать от этого человека? Отпусти их, пусть совершат служение своему Богу, Господу. Разве ты не видишь, что Египет погибает? Смотрите, вот то, что мы говорили в прошлый раз, почему страдает весь Египет, когда упрямится один фараон. Они один. То есть до какого-то момента и простые египтяне не верят, когда им говорят, спрячьте скот, скоро пойдет град. И вельможи не возражают фараону. В этот момент начинается какое-то движение умов. Что-то начинает сдвигаться. Но не сразу. Моисей и Аарону велели вернуться. Фараон сказал им, идите, совершите служение своему Богу, Господу. Кто из вас пойдет? Смотрите, как только вельможи сказали фараону, он одумался. Как и любой правитель, он понимает, что идти против всего своего народа, против всей своей элиты немыслимо. Он позволяет себе эти выходки, лишь пока они все молчат. Моисей ответил, мы пойдем все, молодые и старые, с сыновьями и дочерьми, с овцами, козами и коровами, ведь это у нас праздник Господень. Но фараон засмеялся, чтобы Господь вас так же защищал, как я отпущу вас вместе с вашими детьми. Смотрите, как бы вам в беду не попасть. Пусть идут одни мужчины и совершат служение Господу, как вы и просили. И Моисея с Аароном прогнали прочь. Что здесь за диалог? Ну, они уходят из Египта. Официальная версия, они уходят принести жертву Господу. Это правда. Только Моисей с Аароном не уточнили, что после этого они не собираются вернуться. Они пойдут, принесут жертву Господу и пойдут дальше. А фараон говорит, ну, если вы пойдете одни мужчины, то они же вернутся, они же не бросят все свои семьи здесь, да? Поэтому, пожалуйста, вот смотрите, и фараон уже идет на переговоры. Но это еще такая история про неумелого переговорщика. Фараон пытается что-то выторговать, вот вместо того, чтобы, как у нас сегодня это называют, зафиксировать ущерб, да? То есть сказать, ну да, вот все прям плохо. Ну, давайте на этом остановимся. Давайте не будем дальше. А он все пытается продавить свое. Вот он торгуется ради какой-то мелочевки. Ну и все продолжается. Господь велел Моисею, занеси руку над землей египетской, придет саранчо и поест все растения, уцелевшие после града. Моисей простер посох над землей египетской, и Господь послал на Египет восточный ветер. Ветер дул весь день и всю ночь, а наутро принес с востока саранчо. Пришла саранча на землю египетскую и заполнила всю страну. Саранчи было столько, сколько прежде никогда не бывало и после не будет. Всю землю она покрыла черной, стала земля. Саранча поела всю траву и все плоды на деревьях, все, что уцелело после града. Не осталось по всей земле египетской ни зеленой травы, ни листьев на деревьях. Думаю, он же говорил, что у нас там весь скот погиб, после чего скот еще раз страдал. Может быть, и здесь все-таки преувеличение, да? Потому что иначе бы они просто все не выжили. Что бы ел их скот и что бы ели они? После того, как и скот помрет. Фараон спешно позвал Моисея Рона и сказал им, «Виноват я перед вашим Богом, Господом и перед вами, но простите меня и на этот раз, попросите своего Бога, Господа, убрать от нас эту погубу». Моисей вышел от фараона, попросил Господа, и Господь послал с запада очень сильный ветер, который унес саранчу и утопил ее в море Сув. Ну, видимо, это Красное море, а может быть, и какое-то другое. Ну, то есть тростниковые какие-то болота, Сув — это, собственно, тростник, да, вот в районе Советского канала. Потом в этом месте будут переходить израильтяне. Не осталось саранчей в пределах египетских, но Господь сделал так, что фараон продолжал упорствовать, не отпустил он сынов Израилевых. Здесь уже даже без мотива. То есть вот иногда бывает так, что просто упрямство. Господь велел Моисею, воздень руку к небу, и тьма настанет по всей земле египетской, пусть ходят во сьме на ощупь. Простер Моисей руку к небу, и на три дня по всей земле египетской настали тьма и мрак. Не видели люди друг друга. Три дня с места двинуться не могли. Светло было лишь там, где жили сыны Израилева. Что это такое? Вот мы все время об этом думаем. Как понимается тьма египетская, как понимаются все эти казни? Ну, есть, естественно, научные объяснения. Ну, например, самое популярное – это взрыв вулкана на острове Санторин. Действительно, в Евгейском море есть такой остров. Примерно в то время взорвался там вулкан. Туча пепла. Вот вам и тьма. И пепел у нас, кстати, был. Потом этот пепел осел на поверхность воды. Вода сделалась красной, как кровь, то есть непригодной для питья. Жабы вылезли из воды, потому что им негде стало жить. Потом они сдохли, налетели всякие мошки, которые этих жаб мертвых кушали и так далее. Потом они распространили болезнь, нарывы появились, на скоте и на людях. То есть можно выстроить очень логичную цепочку. Ну, правда, не все будет так, как в Библии, но в общем и целом похоже. Но мы не знаем, как это было или нет. Мы знаем лишь, что это понимается как сверхъестественное вмешательство. И зачастую, вот как раз мы не можем себе представить механизмы библейских историй, мы можем представить себе их смысл. Итак, тьма. Светло было лишь там, где жили сына Израиля. А это ведь еще и в переносном смысле. Они в Египте входят во тьме, в языческой, а израильтяне во свете богопознания. Фараон позвал Моисея уже сам и сказал, идите, совершите служение Господу. Но скот ваши мелкие и крупные пусть останется, а дети пусть идут с вами. Он все уже понял, говорит, уходите, но без скота. Налегке. А куда они пойдут без скота? Они пастухи, что они будут есть? Они тоже, получается, погибнут. Моисей ответил. А Моисей ему не говорит, мы не вернемся. Хотя оба это понимают. Моисей ответил, ты должен отпустить с нами скот, чтобы мы принесли нашему Богу, Господу, жертву всесожжения и першественной жертвы. Весь наш скот до единого животного должен пойти с нами. И уже там, на месте, мы отберем, что принести в жертву нашему Богу, Господу. Ведь пока мы туда не придем, мы не узнаем, каких животных принести Господу в жертву. Ну вот, это уже абсолютно откровенная претензия на то, чтобы уйти и не вернуться. Они ничего не оставят в Египте. Но Господь сделал так, что фараон упор стал по-прежнему. Не хотел он их отпускать. Да, вот каждый раз он сдает-сдает позиции, но за какие-то еще держится. «Уходи», — сказал фараон Моисеев, — «предь ко мне не являйся, явишься и умрешь». Моисея ответил, — «Как ты сказал, так и будет больше, я тебя не увижу». Переговоры закончились провалом. И этот провал означает, что все пойдет по самому плохому сценарию. Уже ясно ведь, кто побеждает, но для фараона это еще не повод сдаваться. Он просто не сдается. Вот есть такие люди, которые не сдаются. Ну и в 11-й, в 12-й главе мы увидим самую страшную египетскую казнь.